Всем привет, Анатолий Степовой. Четвертая стадия продольного плоскостопия. В пространстве, как только нога разъехалась, сразу начинает проворачивать скелет. Перекосы, опора на пальцах, фасциты, пяточная шпора, варианты травм, где малооберцовая, перелом колена, таз. То есть уже в зоне риска. Обязательно надо изменить это положение, потому что одна нога выше, чуть-чуть, тоже плоскостопая, но все-таки видно, что это правая лежит полностью, а левая чуть-чуть выше, на 0,3-0,5, из-за этого перекос, потому что высоты разные. Теперь, значит, что у левой? У левой завален полностью внутрь голеностоп, поэтому и говорю, что может малооберцовая, очень сильно травмоопасное положение. Теперь, значит, вот эти все воспаления, здесь же вот смотрите, здесь же надо понимать, что нога, когда начала разъезжаться сюда, то здесь в пятке, вот видите, сколько костей там, и вы представьте себе, что эти кости начали менять свое положение. То есть все воспаления сразу, вот эти кости поехали сюда, здесь натянуло, здесь зажало. Пяточная кость поехала назад, здесь натянуло, здесь зажало, понимаете? И все, здесь покрутило, покрутило наверх. То есть вот четвертая стадия. Вам кажется, что дальше ничего нету? Нет-нет-нет, ребята. Есть, конечно. А дальше начинаются колени, таз, потому что ноги лежат, лежат неравномерно, получается, и теперь получается человек выше-ниже, и его теперь начинают скручивать, вот именно вот таким образом. И теперь добавляются новые болезни, причем эти болезни человек уже не связывает с ногами. Вот в чем проблема. Он начинает лечить спину, пойду к врачу, все болезни от спины. Понимаете, вот здесь нюанс. То есть он уже не думает, что спина болит из-за ног, потому что ноги уже на этом этапе меньше болят, а спина больше, потому что ноги сейчас уже деформировались, они болели раньше. Теперь начала болеть спина, ноги уже деформированы, ну где-то тянут, но уже не болят, но уже болит таз и все выше. То есть вы уже концентрируетесь туда. Ребра зажали почку, допустим, почка начала болеть, печень начала болеть, опять же, ребра легли, кого куда повернуло. И вы уже лечите печень, почки, а на самом деле ребра давят, потому что начало меняться положение в пространстве человека. Значит, что здесь надо сделать? Первые стельки, хорошие стельки, именно хорошие, которые подымут четвертую стадию. Ребята, я давно работаю, я пробовал четвертую подымать разными приспособлениями, понимаете? Разных производителей стельки, в том числе и коррегировали, ну, которые можно коррегировать, очень тяжело такие ноги подымать. То есть надо, чтобы стелька выдержала нагрузку и переломила ситуацию в свою сторону. То есть, чтобы не нога стельку расплющила, а стелька подняла ногу и нога стала пружинить на стельке, не раздавливая ее. Вот, потому без стелек не обойтись. Но и стелек мало, понимаете? Вот вы дадите стельку сюда, она же вот такой задень не станет. Да, она станет вот примерно такой, но все равно пальцы эти будут так, пятка будет все равно не до конца ложиться. То есть, сама нога уже назад не хочет. И здесь вот мы предлагаем следующее действие. То есть, вот будут стельки лежать, они будут внутри обуви формировать определенную платформу, которая будет точно копировать свод, потому что мы вам дали размер обуви. И там внутри еще синие супинаторы, они меняют точку опоры подплюснивыми в нужных местах, создавая разные углы. Теперь, а так как эти пальцы туда не хотят идти, то надо будет снаружи регулируемо дать давление. То есть, это нужна шнурованная обувь, чтобы не просто по всей длине дать давление, а дать давление в нужных местах. Причем давление надо так дать, чтобы потом было легко его снять. Потому что вот это движение, чтобы ногу собрать, занимает три месяца, где вы постоянно обувью обжимаете ногу вокруг стельки. И со временем вот такая нога на стельке становится вот такой. То есть, вот такая становится вот такой, понимаете? Это все в среднем, вот даже если сложности, там артрозы разные, вот уже степени, там травмы, остеофиты, ну это немножко удлиняет работу. Значит, если человек будет заниматься постоянно непрерывно своим здоровьем, своими ногами, целенаправленно, последовательно, зная, что он делает, то в среднем до полугода работы и полностью другая геометрия. Легких ножек ходить с удовольствием. А сейчас человеку прислать нам адрес, чтобы мы выслали ему стельки. Попасть в наш закрытый чат для сопровождения, чтобы понимать, что на каких этапах делать. Потому что это же я объяснил в общем, а с вами там будет происходить последовательно. Вот вначале, вот допустим так, стелька пришла к вам, вот к вам пришла стелька, вам ее дали. У вас вот такая плоская стопа, и тут приехала вот такая стелька, но она все равно высотой 1,7, понимаете, а у вас там 0. И вот на 1,7 ваша нога вот так вот сразу встала, и теперь получается, а там кости не хотят гнуться, и стелька вот таким колом стоит, и ваша нога... Вы ее ботиночком дожали, пошли. Теперь ноги вот так сделали, вот этот ряд суставов где-то начинает болеть через час. Мы рекомендуем шнуровку отпускать, чтобы вы могли прижать, отпустить. Но это если работать, да. Кто берет, допустим, для удобства хождения, вот этой девушке домой, вот она купит себе хорошие тапочки с задником на танкеточке, поставит наши стелечки, она будет на каблучках. Каблучки выровняют сразу же колени, таз, стельки поднимут своды, она перестанет опираться на пальцы, все зафиксируется, она сразу выпрямится, и где-то так ей надо проходить месяца полтора. Через полтора месяца она понимает, что та обувь, в которую она только что ходила, ей было удобно, стала велика. Это просто 100% произойдет. Она нам, ребята, у меня обувь сваливается, я уже ее шнурую, уже уплотнила, как вы рекомендовали, все, сваливается. Мы вам говорим, идите в магазин и купите такую-то, такую-то модель. Вы приходите, такая вот эту, вот эту и вот эту. Ватсап фотографии прислали, мы говорим, вон ту. Все, вы взяли и пошли дальше. Теперь, значит, вы еще раз соберете ноги. То есть здесь стелька, здесь задник жесткий, здесь шнурки. Стелька дает углы, и мы вот здесь потихоньку прижимаем. То есть вот так собираем ногу, и нога потихонечку подымается. Значит, в четвертой стадии сразу, я думаю, мы поднимем до третьей, это сразу произойдет. Это просто стелька ее подымет. Но там же надо, чтобы привыкла. Вот когда вы перестанете ощущать второй супинатор, это будет на втором месяце, да, второй, может, третий месяц ношения, да, то вы уже будете на второй стадии продольного плоскостопия. То есть уже у вас будут не такие ноги, а вот такие. Просто они там еще держаться не будут, но они уже будут не такими. Это я вам сто процентов говорю. Потом вы уже будете, у вас другие вопросы начнут тогда мучить. Теперь, когда вы к этому придете отсюда-сюда, то у вас возникнет вопрос, а как вот это зафиксировать, понимаете, вот. И вот тогда вы нам в чате, ребята, слушайте, нога поднялась, все, что делать дальше, мы вам зафиксируйте и объясняем как. Всему свое время, все последовательно. Сейчас к ней пришла стелька, сейчас ей надо привыкнуть к этой стельке, сейчас надо, чтобы, ну вот стелька, сейчас нога перестанет ехать вперед, ее перестанет напрягать в голеностопе, голеностоп перестанет сваливаться, у нее просто уйдут боли, она начнет себя хорошо чувствовать. Это вот начало, в ноги, вау, стелька крутая. Ребята, да, в начале стелька крутая, вот это она все сделает. Но это еще не сделает ногу такой, то есть вы понимаете, это целая работа. Теперь стелька, когда свою работу выполнила, вот подняла вам ногу, все, вы уже на пяточке стоите, на пальце не опираетесь, нога вот так не разъезжается, и вы говорите, что делать дальше. А мы вам говорим, вот здесь нужна опора, вот здесь, вот здесь, если вообще обувь должна быть такая, такая, ну для дома такая, для улицы такая, на работу такая. Вы делаете это, еще через два месяца ваша нога еще раз меняется, и вот там встает вопрос, а что делать дальше? Дальше, понимаете, дальше вы уже на этот момент решите массу своих вопросов. Значит, вы уйдете полностью от четвертой стадии продольного плоскостопия, где-то стабильно вторую, вы уберете к тому моменту по рекомендациям завал голеностопа, ротацию. Нет, не бывает. Все, кто работают, бывает, что дошли до определенного момента, да, им стало удобно, легко, а там остались мелочи. Но их тоже можно сделать, вот они дальше не хотят делать. Вот, допустим, вот пальцы, да, с пальцами очень сложно работать. Допустим, я берусь за пальцы только в том случае, если вот этот или этот палец друг на друга налезли, вот эти три между собой переплелись, и это мешает человеку, которого я сопровождаю, одеть обувь, которая продолжит дальнейшую работу с этой ногой. Ну, заставляет взять размер больше, потому что в носок вот эти переплетенные пальцы не влазят. А надо взять меньше, чтобы работать дальше с ногой. И вот тогда я работаю с пальцами. Да, мы там у нас есть наработочки, вот это же два пальца, а это как один, вот эти суставы. Как поставить вот эти, если здесь все вот это живое, то есть здесь бывает разрыв суставной сумки, но их сразу видно, если рваные. А так, если этот палец живой, его можно будет вытащить, поставить на место, зафиксировать и приучить быть ровно, как должно быть. И он привыкнет. Да, сейчас, если она там ей нужна, это все, и она будет собой заниматься, она ребятам, менеджерам пишет, что вот мой адрес такой-то, пришлите мне стильки, там-то, там-то. Там, ну, скорее, я не помню, куда вам-то везти. Ну, по-моему, там почта еще идет почтой. Или там транспортной компанией. На год, да, на год у вас будет открыт бесплатный доступ в чат. За год вы, ну... Конечно, конечно, конечно. Вот, из того положения, в сильно хорошее, ну, вот, во вторую стадию, мы ее до весны доведем еще. Вот, если начнется сейчас, весной она уже будет совершенно другой человек. Легких ножек ходить с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok